Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите продолжение моего прохождения самого тяжелого челленджа в Sims 4. Это апокалипсис, конечно же. И вот такая вот наша красотка Алиса в форме садовника. Конечно, шишут недовольная, но в принципе вот эта нейтральность перебивает ей. Ее не очень хорошие модулеты. И стоять, 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 куда это время у нас понеслось. То есть вы что, в апокалипсисе как бы каждая минута дорога, а вы тут это мне придумали. Короче, да. В общем-то она у нас пошла на работу сегодня, если я не ошибаюсь, ее первый рабочий день. Вот. И она у нас грязеискатель, да, это, конечно же, первый уровень садоводства. Алиса у нас будет теперь зарабатывать денежки, помогать этой семье. И да, знаете, просто вот невероятно непривычно вернуться после династии вот сюда. Да, вот в наш небольшой персональный адик, да, где вот повсюду просто пыль, грязь, разруха какая-то, да. Вот. Симы в страхе, просто куча, куча белья. Я не знаю, мне кажется, мы это никогда не постираем. Но зато, зато тут можно целое состояние нарыть, если уж на то пошло. Но, в общем-то, пыльные кроли вообще, господи, чего здесь только нету. Да, действительно, очень непривычно такой контраст после династии. Вот, в школу, конечно же, никто у нас не идет. И да, у нас, что у нас? У нас Рэндал в панике, отправится в среднюю школу. Нет, ты у нас остаешься дома, никто у нас в школу не идет. Что это такое? Кормить пылью. Да не надо. Рэндал, давай ты лучше вместо того, чтобы заниматься ерундой, быстро пропылесосишь. Хотя нет, вот. Тебя надо сходить сюда. И потом быстро пропылесосить. Вот, ничего не знаю. Он у нас до сих пор в ужасе. А нет, уже счастливый. Слава богу, безупречная одежда. Не знаю, где он отрыл безупречную одежду. Потому что, я не знаю, вообще не помню, когда мы в последний раз стирали какую-либо одежду. Потому что у нас тут, вы видите, он просто полнейший армагеддон. Ну, у нас уже пришла домой Алиса. И, собственно говоря, как она на работе занималась растениями, так и дома она сейчас занимается нашими растениями, бедолага. Вот. И у нас, кстати, поспел наш первый урожай. Да, и ананасы, и корни тара. В общем-то, говорят, он все поспело. Да, и сейчас мы будем готовить шашлык из рыбы. А тем временем наша Ракель пытается добить свой фитнес. Вот Джулия, конечно же, ей с этим поможет. Так, и, ребята, что это, мне кажется, или вы как-то разошлись? Ну да, правильно, пообщайтесь друг с другом. Кстати, ты у нас уже где? А, ты идешь у нас домой читать. У нас Рой только что помылся. Вот. В принципе, да, как и всегда. Пока мы приводили дом в порядок более-менее, и пока Сима себя приводили в адекватное какое-то состояние, то, в общем-то говоря, день практически и прошел. Так, у нас Беатриса сейчас подошла к Алисе и говорит, о, что делаешь, готовишь? Мы тут так завелывались с этим мусором, если честно. Просто кошмар какой-то. Невыносимо просто. Почему у нас так быстро дом загрязняется? У других вроде бы не так. Я как-то интересовалась. Алиса, скажи, ой, а я так что-то подустала на работе, поэтому даже не знаю, что тебе, дорогая, ответить. Мне кажется, что просто с нашим домом что-то не так, как и со всем этим миром, впрочем-то. Да, ну, знаешь, да, в принципе, я не могу с тобой, конечно, тут поспорить. Кстати, Рое, у нас нужно обаяние прокачивать. Вот, давай, я не знаю, как это делать, потому что у нас на данный момент тут нет ни одного действия с вот этими вот очочками, да. Вот, вообще ни одного. Если честно, я даже не знаю, в какое это тыкать. Вот, я забыла как-то совсем, как прокачивать обаяние. В таких случаях именно вот с нуля. У тебя же нету? Нет, у тебя первый уровень обаяния, слушайте. А действий нету, никаких с очочками. Это потому что он у нас несчастливый. Вот. Так. О, какой интересный молодой человек. Как жаль, как жаль, что... Вы не девушка. Рахул Чопра. Ну, верят ли он, конечно, сгенерирован игрой. Да. А нам-то нужен сгенерирован игрой персонаж. Так, Джулия, да, пожалуйста, помоги ты дочери. Сколько раз тебя можно просить? Вот, наставник. Давай, вперед. Вперед из песни. Ракель, нужна твоя помощь. Вот. Чтобы потом она тоже могла помогать другим. Я тут обратила внимание случайно на такую вещь. Вернее, на один модлет, которого я раньше не видела. Это вот этот. Дело в том, что я покормила Ракель у нас корнями тара. Вот. Ну, поскольку, насколько я помню, их можно есть. Я их помню и тоддлером вроде как давала, и все было нормально. И тут у нас дискомфорт. Плюс два. Месть природы. Поедание собранных фруктов или овощей. Ракель с гордостью собрала свежий урожай, с удовольствием его попробовала. Злопамятные овощи, попранные и поглощенные, дали последний бой, устроив войну в желудке персонажа. К счастью, Ракель успела добежать до унитаза. Если честно, я не знаю, но я такой модлет вижу впервые, и я очень удивлена. Ну, как это? Что случилось? Неужели мы вырастили какие-то непонятные радиоактивные корни тара? Что они вот так вот у нас сейчас нашу бедную Ракель мучают? Вот, как-то, не знаю, как-то это не очень. Я надеюсь, что это разовая акция, а не постоянно у нас после поедания того, что мы сами вырастили, будет вот такое вот. По крайней мере, мне бы этого не хотелось. Так, и ты у меня идешь... А, ты у меня идешь в туалет. Ну да, все правильно. В общем, так говоря, у меня уже все там устали. Только одна Беатрис у нас держится. Ну, вот сразу видно, кто идет в преступники. Настоящая боевая симка. Скажи, нет, я добью. Я тут лягу, ноги протяну, но все равно добью. Вот, и Джулия, конечно же, ей помогает в этом нелегком ее деле. Да. И, кстати, Ракель нашу... Я вообще хотела отправить ее за шахматы. Вот сюда. Но она же у нас не может играть, потому что, видите ли, у нее тут месть природы. В общем-то, это, конечно, очень странно и как-то совсем грустно, если честно. У нас уже пятница, 3 часа ночи. Собственно, все персонажи уже спят, как вы можете заметить. И сегодня ночью, кстати, сегодня у нас одна из очень-очень немногих спокойных ночей. Как вы можете заметить, в общем-то говоря, темперация обошла нас стороной. И пришел у нас сегодня только Гидри. Вот. Да, нам раковину сломали. Я не знаю, это кто-то из привидений, возможно, а может быть и нет. Короче, да, сегодня мы без темперанции... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Так, генератор сломался. Ё-моё! Это опасно. Это очень опасно. Слушай, Беатрис, может быть ты это быстро порешаешь, а? Потому что, может быть, прям беда. Давай бежать сюда трусцой и чинить срочно. Потому что я боюсь, что сейчас оно как всполыхнет. Это хорошо, что я сюда спустилась и вообще заметила. Да, и заодно у нас Беатрис может таким макаром закрыть, в общем-то говоря, один из гештальтов. Вот. Потому что ей для карьеры нужен шестой уровень в навыке механики. Вот. Ну и тут как раз, я думаю, она может починить этот генератор и всё. Так, Ракель хочет отпраздновать день рождения, строить потрясающую вечеринку. А, у нас девчонки сегодня, что ли, должны повзрослеть. Прикольно. Это значит у нас в субботу, вот, почти в 4 утра, да, повзрослеют наши близняшки первые. И мы уже будем устраивать их на их карьеры. Так что, да, сегодня у нас день должен быть поистине ударный. Но я могу сказать, что Беатрис у нас просто огромная молодец. Вот насколько, как бы, она когда подросла, была такая лентяйка немножечко, да, ничего ей не хотелось. Вот. Отлично. Она у нас достигла шестого уровня в навыке механики. Супер. Вот. И сегодня, возможно, возможно, мы достигнем... Хотя у неё есть, на самом деле, все шансы. Я думаю, что за сегодня мы закроем фитнес. Вот. И будет вообще просто прекрасно. Она у нас таким образом будет точно освобождена от маразма. Это раз. Вот. Во-вторых, у нас получается закрыт навык механики. Что тоже прекрасно. И нам останется прокачать только пакости до десятого уровня. Но это, конечно, тоже тот ещё челлендж, я вам скажу. Очень тяжело. Вот. Рои, кстати, у нас чуть-чуть совсем попрокачивала баяние. Буквально вот достиг второго уровня. Ребят, я включаюсь, потому что у меня, если честно, просто огромнейшее недоумение сейчас. Я только что... Ну, в общем-то, я провела эксперимент. Я накормила ракель снова корнями тара. Как вы можете заметить, у нас мудлет месть природы. И да, кстати, благодаря этому прекраснейшему мудлету у неё просто в нулину скатилась естественная нужда. И она уже успела, у меня, бедняга, оконфузится. Так, всё, тут протирать уже ничего не надо. Иди отмывайся. И я подумала, ладно, наверное, это проблема какая-то с корнями тара. И накормила Беатри с ананасами. И что вы думаете? Дары природы у нас положительный мудлет. И тут же месть природы. В общем, я не знаю. И вот сейчас просто... Вот, видите, тройные стрелочки. То есть сейчас у неё просто в нулину скатится её естественная нужда. Ей просто нужно будет срочно бежать в туалет. Что с этим делать вообще непонятно. С какого фига и когда это появилось, я не знаю в игре, если честно. Потому что я не помню, чтобы раньше когда-либо было что-то подобное. Ну, давай присоединишься к игре. Присоединить пока что к Алисе. Будь поближе к санузлу. Это я хотела, чтобы у меня девчонки попрокачивались в фитнесе. Потому что, в общем-то говоря, они сегодня у нас повзрослеют. Да, им нужно много всего сделать. Да, попрокачивались. В итоге Ракель бедная у меня вообще ничего делать не может. То есть, я так понимаю, пока не пропадёт этот мудлет. Вот так вот у неё и будет. Да. И сейчас ещё она пытается отмыться. Бедняга. Вообще просто кошмар какой-то творится. Если честно, я в шоке. Чем кормить симов я не представляю, если честно. Потому что, ну, то есть я очень сильно рассчитывала на наш сад. На вот эти вот ананасы, на кокосы. Ну, то есть, ладно, корни тара я ещё как-то могу понять. Да, окей. Потому что они вроде как какие-то... Нельзя есть в сыром виде. Вот в чём проблема. Нельзя есть в сыром виде. Но ананас это... Почему это ананас? Здесь не написано, что нельзя есть в сыром виде. То есть, как бы, ладно, корни тара тут ещё окей. Я могу понять, есть какая-то логика. Нельзя есть в сыром виде, прям с восклицательным знаком. Но что они так с ананасами? А в каком, простите, виде их есть, если не в сыром? Вот просто кто-нибудь может мне объяснить? Потому что я реально, походу, чего-то не понимаю. Просто какой-то бред, если честно. Я как-то даже, не знаю, я как-то расстроена. Кстати, давай мы заодно пакости попрокачиваем с тобой, да? Нам же нужно это сделать. Поэтому давай мы немножечко Алисе пока что повысказываем. Вот, попародируем русалку. Что ещё? Распускать неприятные слухи? Ну ладно, пускай будет. Ну что, ребята, вы можете нас поздравить. Наша Беатрис только что закрыла свой навык фитнеса. И это означает, что мы молодцы. За подростковый возраст мы нащёлкали 10 уровней. Соответственно, наша Беатрис официально освобождена от маразма. В старости она будет управляема. И если что, если вдруг мы там по карьере не будем успевать, то у нас ещё будет 10 дней в старости. Вот, так что всё. Поздравляю, Беатрис. Ты просто девушка огонь, я так считаю. Да. Скажи. Ну так, да, конечно, затащила, затащила. Так, Джулия, у меня ты что, приболела? Зая, ты у меня приболела? Не болей, пожалуйста. Так, скажи, как ты себя чувствуешь? Более-менее нормально. Джулия, давай тогда будем теперь сыну помогать. Вот, потому что у наших сыновей прям большие проблемы с фитнесом. Я прям, не знаю, очень тяжко у них это всё идёт. Ракель у нас так и вообще не встала к груши. У неё месть природы. Это просто какой-то кошмар, если честно. Я... Я не знаю, ребята. Я уже, получается, ну всё. Типа нельзя симов кормить. Ну вот этим, то, что у нас в саду выросло. В нашем саду-огороде, да. Вот, то есть, как бы всё. Я даже не знаю, теперь по поводу только рыбой нам питаться. Это, конечно, гораздо осложняет задачу. Так, и что бы нам поделать? Что бы нам поделать? У тебя молоко-то есть? Нам срочно нужна корова. Боже мой, скорее бы наступило воскресенье. Так. Что это за звук был такой странный? Страшный. Я не знаю, или мне показалось. Наверное, наверное, показалось. Да, вроде как призраков нету. Короче, ладно. Окей, допустим. Ну что, ребята, у нас сейчас всё семейство собралось в спортзале. Как вы можете заметить, у нас теперь аж три наставника получается. Вот, поэтому Ракель помогает своей сестрёнке добить до десяточки фитнес. Я очень надеюсь, что Ракель у нас тоже успеет. Ну, потому что, ну, это было бы действительно полезно и здорово. Вот, Джулия у нас помогает Рою. А Алиса у нас дрессирует Рэндала. Вот, собственно говоря, вот так вот и живём. Получается, три у нас наставника и три ученика. Вот. Хочу вам сказать, что очень-очень удобно. И симы прокачиваются, как бы и остальные тоже при деле заняты. Вот, поэтому прям супер. Ну, и я, конечно, очень-очень сильно надеюсь на то, что Ракель добьёт. Вот давай, совсем чуть-чуть осталось. И наши девчонки уже буквально с минуты на минуту будут взрослеть. Так, Ракель, давай, пожалуйста, всё. Вот это вот на выносливость. Я ничего не знаю. Ничего не знаю. Вот, на выносливость говорю. Сейчас тебе сестра поможет. Вот, отлично, отлично. Давай, так, и у нас Ракель, 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 наставник. Вот, давай. И как раз-таки это будет очень полезно, во-первых, потому что мы от маразма избавимся. Ну, само собой, это во-первых. И во-вторых, это так. Что такое? Опять вот это вот начинается. Господи, как меня это раздражает, когда начинают к этим призракам бегать. Никаких призраков, никаких призраков. Всё, хорош. Вот, и у нашей Ракели фитнес это тот навык, который ей по карьере надо десяточки развить. Поэтому, как бы, да. Так, Джулия, ладно, ты у меня приболела. Наверное, наверное, иди тогда отдыхай. О, всё. Прошлая ночь была спокойная. Сегодня всё, ребята. Сегодня начинается у нас веселье. Темперация пришла. Темперация вновь в бешенстве. Она взбешена, просто рвёт и мечет. Короче, всё понятно. Ой, господи, ещё и... Ой, ещё ты в комнате, Джулия. Ну вот, слушай. Ну вот, что за паскудство? Ладно, подумаешь. У нас Джулия может на третьем этаже поспать. Как бы, вообще никаких в этом проблем я не вижу. Ой, блин! Всё, ребята, тренировка наша подошла к концу, я так чувствую. Слушай, гадость. Ну вот, что тебе здесь надо? Иди отсюда. Иди отсюда. Я тебя просто умоляю. Так, и что у нас? Тяга к веселью. То есть ты у нас наставничать не можешь, да? Понятно. Понятно. У нас все тренера, короче, поотваливались. Боже мой. Ну я не знаю, Ракель достигнет сама тут этого навыка или нет. Да, конечно же. Ну конечно же у нас все действия сбросились. Кто бы сомневался. Это же святое просто. А как же ж иначе вообще? Алиса, слава тебе, Господи. Хоть кто-то в этом доме меня слушается. Блин, люблю Алису. Очень сильно. Иногда вот реально даже есть такие мысли. А вдруг, а может быть, а может быть, сделать наследницей Алису. Но нет, я думаю, что все-таки это будет наш Рэндул. Друзья, хотите верьте, хотите нет. Но вот в 3.38 настает день рождения у нашей Ракель. Да, и у Беатрис тоже сейчас он будет. Мы сражались до последнего. Просто вот тут еще какая-то вот фигня к нам прилетела. И короче, Ракель просто не могла заниматься. Вообще никак. Но мы сражались до последнего. И хотите верьте, хотите нет. Но мы не добили 4%. Очень жалко. Но тем не менее, я считаю, что это на самом деле ерунда. Вот, то есть это буквально за секунду закрывается. То есть мы это на следующий день сделаем. Ну, а так считайте, в принципе, что за подростковый возраст у нас фактически 2 девчонки наши достигли максимального уровня в навыке фитнеса. Вот. И первой взрослеет наша Ракель. Вот она теперь и молодая. Ей тоже 20 лет теперь. И давайте же узнаем, какая черта характера ей достанется. Напомню, она у нас дружелюбная. Обжора. Исключительный художник. А карьера ей досталась космонавт по ветке Космический рейнджер. Мы пойдем. И черта характера. Меломан. Ну, короче, вообще, девчонка вся такая в искусстве, да, которая любит покушать. Вот. Но при этом, да, будет закрывать карьеру вообще, конечно, не связанную с искусством. А наоборот, таки связанную с технарством. Ну, а как бы, что ж поделать, что ж поделать. И вот она наша девчонка. Вот она наша красотка. Вот такая вот подросла наша ракель, да. Интересная она внешность симка. Мне очень нравится. Так. И сейчас у нас будет взрослеть Беатрис. Но, в принципе, я не знаю, наверное, нет вообще в этом никакого смысла. Поэтому... Поэтому буду я тебя отправлять уже вот сюда. В панике. Да, в панике покакать именно. И, наверное, пойдешь у меня уже поспать. Вот. А мы будем смотреть сейчас, как взрослеет твоя сестра. Вот. Беатрис. Наша такая злючка. Наша женщина-огонь. Наша такая гром-баба, знаете ли. Так. И да. Хотя черта характера у нее вполне хорошая. Она искусствовед и инсайтер. Жизненная цель человека эпохи Возрождения. Но карьера ей досталась преступник. Вот. И какая черта характера ей достанется? Не дотрог? Слушайте, ну я, в принципе, полностью согласна. Мне кажется, что Беатрис, она действительно такая вот колючая, как еж. И действительно лучше ее не трогать. Поэтому в этом плане я прям полностью согласна. Она у нас такая, знаете, симочка абсолютно не кокетливая. Ну, не предрасположена, как бы, к этому. Так. И ты у меня хочешь любоваться Мольбертом? Слушай, Мольберт, это вот твоего нелюбимого брата. Любимая игрушка. Да. Вот такая вот у нас Беатрис. В общем-то, да. Интересные такие девчонки. Очень у них такие характерные лица. Прям прикольно, прикольно. Ну, и, естественно, они у нас такие все подкачанные. Ну, потому что, да, конечно, фитнес это их конек. Так, и Беатрис у нас, конечно же, выбирает преступница. И мы идем по ветке начальства, если я не ошибаюсь. Да, начальство у нас должно быть. Так, работаем мы каждый день с пяти до нуля. Вот, в принципе, удобно, что у них день рождения почти в четыре утра. То есть не будет у нас такого, что, как бы, могут вернуть с работы персонажа. Вот для того, чтобы он отметил день рождения. Все. Устраиваемся в преступники. И у нас первое задание это пакости. Не начато. Так, ну, ничего, мы начнем. Мы это еще успеем. Это, в принципе, ничего страшного, ничего сложного. Так, и Бе... Ой, Беатрис, господи, Ракель наша идет в космонавты. Да, мы будем космическими рейнджерами. Так, и у нас суббота. Суббота, воскресенье, рабочие дни. Это, конечно, очень плохо. Ну, ладно. В принципе, в принципе, за эти дни мы, получается, добьем фитнес. И еще логику. Да, нам еще логика нужна. И, по-моему, еще что-то. А, ракетостроение. Ну, это потом. До четвертого уровня нам надо будет поднять. Это, в принципе, потом. Вот. До шестого уровня нам нужно будет логику качнуть. Вот. Лучше мы логикой тогда позанимаемся. Короче, да. И у нас созрел урожай. Но, да. В общем-то, мы его больше не можем есть. Хотя. Хотя. Слушайте. А мы можем, наверное, фруктовый салат делать? Нет? Из фруктов-то. Или нет? Подождите. Недоступно. Недоступно. А где этот фруктовый салат? Садовый салат? Слушайте. Это только что до меня дошло. А у кого ананасы? Подождите. У Беатрис ананасы? Ну-ка готовить. Стойте. А почему? А почему нету этого фруктового салата? Что-то я не поняла. У нас же есть ананасы. Или что? Или я чего-то не понимаю? Странно. Господи, а что же нам есть тогда вообще? А почему мы не можем? Ладно. Хорошо, я поняла. Наши симы вообще ничего не могут, судя по всему, в моем сохранении. Почему-то у нас вообще все пошло через одно место. Но я не понимаю, почему не можем готовить фруктовый салат. По сути, там же нужны как бы вот фрукты. И что? У нас есть 14 ананасов. У тебя есть 2 кокоса. Слушай, а если ты попробуешь готовить? Получится? Нет. Нету фруктового салата. Слушайте, ну я же видела, что у нас готовят. Ну то есть там угули в апокалипсисе, у них постоянно питаются фруктовыми салатами. Что-то я не понимаю. Либо наши сулонианские плоды не подходят для этого, скорее всего так. Но это, конечно, в таком случае просто очень плохо. То есть фрукты мы есть не можем никакие, да? Потому что нам от них становится очень плохо. Мы ничего потом не можем с этим поделать. Молоко. Ну что остается молоком питаться? Господи, скорее бы настало воскресенье. Мы купили корову. Ну потому что это же просто какой-то капец. Это же просто нереально так жить. Нет, конечно, можно ходить на рыбалку. Это бесспорно. Можно ходить на рыбалку, готовить рыбу. В принципе, да. Но это немножко более геморрно, конечно, чем, например, выпить молока. Или когда, допустим, у тебя есть фрукты, ты собрал урожай и как бы на этом все. Спасибо большое, Гидри. Очень ценю вашу помощь по дому. Так, а кто это у нас такой интересный? Взрослый. Кто-кто? Джонатан Томс. А, Фиози. А я смотрю, что-то какой-то там призрачный силуэт. А, все, все, я узнала. Это же наш сосед, который нам еще покушать приносил. Все, я поняла, поняла. Все, ребята, мы это сделали таки. И Ракель наша добила свой десятый уровень навыка фитнеса. Вот, так что в этом плане все в порядке. Да, все, можешь прекращать заниматься. В этом плане ты у нас отстрелялась. Беатрис у нас уже ускакала на свой первый рабочий день, к сожалению, в дискомфорте. Вот, не успела я немножко сделать все, что хотела. Но, в принципе, ладно, ничего страшного. Так, и Джулия у нас, кстати, вот сразу видно, что уже совсем старенькая. Она начала очень часто болеть у нас. Прям вот каждый день у нее какая-то простуда, какая-то сыпь появляется. Так, и что? Давай, иди, мойся, иди, мойся. Все нормально у тебя будет, все хорошо. Хорошо, да, и перед тем, как пойти на работу, Беатрис у нас пакостничала вместе с Роем, конечно же. Они тут уже успели поругаться немножечко. Вот, сначала эти все пакости немножко так не заходили, знаете ли, а потом Рой психанул. И, в общем-то говоря, сказал ей все, что о ней думает. Вот, вот так, где у нас, где у нас наша Беатрис? Вот она наша Беатрис, вот тут уже скоро чувствую в красную вообще, в красный индикатор уйдем. Так, и что? И что это такое? Это вы пообщались, называется? Рой, ты что? Давай мы не будем общаться с медведем, нам надо общаться с братом. Вот, в конце концов, кричать. Господи, что за противный, что за противный персонаж? Просто невозможно. Давай, тебе, вот какое ему обаяние? Вот просто скажите мне, пожалуйста. А, у нас настроение больше не осталось? Блински, а что нам делать? Что нам делать? Ладно, давайте тогда будем другим, что ли, настроение поднимать. Вот, Алисе будем поднимать настроение. Значит, как-нибудь, я не знаю, узнать, как прошел день. И снова поднять настроение. Так, сейчас я надаю действий побольше. Хвастаться мускулами, я не знаю, какие тут... У тебя одна большая мускула. Вот. Вот, и потом нужно снова поднять настроение. Вот, а что поделать? Только так и как бы... Только так и прокачиваемся, как бы справляемся, как можем. Смотри, Алиса, как я прокачался. Ты видишь этот бицепс? Ты видишь этот бицепс? Просто посмотри на меня. Это что за машина? Скажи, пожалуйста. Твой брат настоящая машина. Ты согласна? Отлично. Да, еще тут позадирался с Беатрисой, злющей злюка. Да, поэтому у него просто потрясающее настроение. Помню, как я Джулии поднимала в обаяние. Да, Джулии я подняла за подростковый возраст и фитнес до десяточки, и обаяние до десяточки. Поэтому, конечно, в этом плане было намного нам проще. Мари, что тебе нужно? Это, конечно, очень забавно. Так, Алиса у нас все тут сделала, да? Я так полагаю, урожая больше нет. В смысле? Слушай, ты издеваешься надо мной или что? Алиса! Алиса, что такое? Давай, пожалуйста, собрать весь урожай. Что значит урожая больше нет? Ты меня что, обмануть решила? Ну-ка, давай изучить, вот потом. Ничего не знаю, изучить. И вот это изучить. Ты смотри, ты как раз внимательная стала из-за своей гениальности. Это же то, что доктор прописал. Так, а ты опять за свое? Ты опять за свое, господи. Давай, пожалуйста. Так, Аркель, ты играешь в шахматы? А, ну конечно, у тебя же жуткий дискомфорт. О боже. Сима, я просто с вас не могу. Это какой-то ужас. Так, а ты у меня что делаешь? Мусор оставь. Мусор оставь. Сейчас тебе будет сын льстить, понимаешь? Мама, сейчас мы будем с тобой общаться. Сейчас мы будем тебе льстить. Просто говорить, какая ты у нас хорошая, замечательная. Вот. Ну это, в принципе, так и есть. Так, отлично. Третий уровень в садоводстве. Посмотрите, кто у нас вернулся с работы. Это же наша королева мафии по имени Беатрис, которая получила повышение до воришки. Я, если честно, думала, что с такой гигиеной она, ну и то, что она целый день была в жутком дискомфорте, я думала, что она не получит повышения. Но ура, у нас второй уровень. И у нас, да, достичь второго уровня. Вот тут у нас всё сделано, слава богу, и нужно попакостничать. Отлично. Супер. Я тебя с этим поздравляю, Беатрис. Ты у меня огромный молодец. И, в принципе, когда у тебя работа... Да, работы... А, ты сегодня не работаешь. Понятно. Ну, значит, ты знаешь что? Ты можешь, в принципе, тогда идти отсыпаться. Вообще без проблем. А с утра я тебя просто тогда отправлю помыться нормально под водопадом. Сегодня у нас, походу, кстати, опять-таки спокойная ночь. Хотя нет, знаешь что? Давай ты сначала вот это вот чинить и чинить. Вот. А потом уже будешь спать. У нас сегодня, походу, опять спокойная ночь. И, господи, они у меня просто на вес золота, если честно. Да, у нас тут... У нас тут Рои достиг уже, кстати, восьмёрочки в фитнесе. Он тут сам прокачивается вообще без никого. Вот. Но, несмотря на это, я не понимаю... Вот мне кажется, или наши пацаны как-то очень тяжко худеют. То есть, я помню, наши девчонки, ну, когда у них был восьмой уровень фитнеса, но они точно уже были с тройняшками. А вот Рои и Рэндалл что-то... Что-то у них никак не получается скинуть. Они всё равно у нас остаются такими мясистыми, так сказать, мужичками. Такими, знаете, ух. Вот так, давай я продолжаю льстить, поднять настроение. Во, вот это вообще... Вот когда появляется поднять настроение, ребята, вот так вот прям берёте и тыкаете. Льстить, поднять настроение. Льстить, поднять настроение. И всё, понимаете? Они вот так вот между собой чередуются. И вообще красота просто. Всё, вперёд. Вот, и у вас получается целая очередь из действий, которые вот у нас все с очёчками. И у нас уже, внимание, шестой уровень навыка обаяния. Хотя мы, по-моему, только сегодня начали его качать. С первого там, либо со второго уровня. В фитнесе у нас всего лишь шестёрочка. Да, конечно, братец твой в этом деле тебя обходит. Но, как бы, ничего страшного. До молодости у них ещё время есть. Аж целых пять дней осталось Рэндаллу и Роя до молодости. Вот, поэтому, знаете, я бы такая, что вообще, наверное, Рою добила обаяния до десятки. Рэндаллу я точно хочу фитнес до десятки добить. И, в принципе, всё. Это его единственный навык, потому что в карьере полицейского никаких навыков не надо. Вот, поэтому у нас в плане прокачки Рэндалл будет полностью свободен. А Рою я бы добила обаяния. И потом, наконец-таки, отправила бы вот сюда. Да, вот, чтобы он у нас, собственно говоря, занимался своим призванием. Потому что это очень важно. И, да, прокачивали бы уже потиху рисование. Вот. Ну, на Ракель у меня какие планы? Всё те же, в принципе, чтобы она у нас тут сидела и логику качала. Хотя она из-за того, что её Роя отвлекает, она не может никак, бедная, прокачаться в этой логике. Всё сидит на втором уровне. Вот. Ну что, ребята, я думаю, что на этом уже стоит закончить эту серию. Конечно, в неё влезло не так много дней, как лично мне бы хотелось. Я постараюсь в будущем всё-таки впихивать побольше. Это мы, получается, начали в четверг. Сегодня воскресенье. Четверг, пятница, суббота. Ну да, всего лишь у нас четвёртый день сейчас пошёл. Вот. Конечно, постараюсь я впихивать побольше. Но, тем не менее, я надеюсь, что вам эта серия понравилась. И да, всем огромное спасибо за внимание, за то, что вы посмотрели эту серию и за то время, которое вы мне уделили. Всем до новых встреч. Всем пока. Суббота.